Петербург готовится принять одни из самых крупных соревнований по стандрайдингу или трюковой езден на мотоцикле. Этот вид спорта появился недавно, но уже стал мегапопулярным. Посмотреть на головокружительные опоры и опасные трюки приходят десятки тысяч человек. Наш корреспондент Николай Корнеев встретился с одним из лучших райдеров страны и узнал все нюансы этого экстремального вида спорта. Езда на переднем колесе и другие опасные трюки. Все это маневры и стандрайдинга экстремального вида спорта, который с каждым годом становится все более популярным. Стандрайдинг зародился в США. Первый чемпионат мира прошел в начале 90-х годов. В середине 2000-х опасная езда на мотоциклах начала набирать обороты и в России. Шесть лет назад этим экстремальным видом спорта увлекся и Степан Маслов. Сегодня Петербуржец входит в топ-10 лучших райдеров страны. В трюки, как в экстремальном виде спорта, изначально меня привлек адреналин, постоянная борьба со своим инстинктом самосохранения. То есть на тренировках ты находишься к тонкой грани между своим инстинктом, своей боязнью что-то сделать и получить травму. То есть как раз в этом промежутке ты и учишь трюк. В стандрайдинге есть три базовых трюка, так сказать, основа. Это вилле – езда на заднем колесе, стопе – на переднем и бёрн-аут – дрифт заднего колеса. Чтобы научиться выполнять хотя бы один из этих маневров, понадобится год-полтора усердных тренировок. Всем людям, которые хотят увлечься стандрайдингом, я бы посоветовал, во-первых, быть готовым к постоянным нагрузкам и травмам. Это часть тренировочного процесса. Упасть несложно, сложно подняться. Поэтому в стандрайдинге в основном остаются только сильные духом ребята, которые не боятся падения, не боятся травм и всегда идут вперёд. Байки для стандрайдинга прокачаны. В основном это спортивные модели. В отличие от большинства райдеров, Степан – один из немногих, кто выполняет трюки на мотоцикле класса Супер Мото. Основное отличие – то, что у него один цилиндр, в отличие от стандартных мотоциклов с четырьмя. У него один, то есть он более резкий, работать дросселем надо максимально аккуратно, то есть он постоянно норовит тебя просто выкинуть из седла. То есть контроль здесь более тяжёлый, чем на стандартных мотоциклах, используемых для стандрайдинга. Сегодня Степан готовится к крупным международным соревнованиям. Собирается выступить в сентябре на Интерио Стандкап. Кроме базовых трюков, есть у петербуржца и коронные. Например, Костер – манёвр, когда кажется, будто байк вот-вот упадёт назад. Или Пауэр Сёркл – круги на большой скорости, стоя на мотоцикле под углом в 45 градусов. Вау-эффект обеспечен. Шоу – неотъемлемая часть стандрайдинга. Этот трюк называется «Сёркл вилли», то есть езда на заднем колесе по кругу. Обычно во время шоу на моём месте стоит красивая девушка. Для того, чтобы манёвр выполнить безопасно, райдер должен на 100% контролировать свой байк и быть уверенным в себе. За плечами Степана более 100 подобных шоу, и ни один человек не пострадал. Николай Корнеев, Артём Осин, Live 78.